О развитии сотрудничества между Нурсултаном и Ташкентом шла речь на встрече президента Казахстана с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Касым Жамартакаев отметил, что в последнее время странам удается успешно сотрудничать в торговле. Глава Казахстана также отметил, большое значение для двух стран имеет межрегиональное сотрудничество. И результаты уже есть. Увеличилось количество рейсов между столицами. Кроме того, развивается автобусное сообщение между странами. На переговорах также шла речь о необходимости странам развивать и межпарламентский диалог. Активно развивается торговля. В 2018 году объем торговли достиг 2,5 миллиардов долларов. В этом году только за 9 месяцев он превысил показатель прошлого года, то есть на конец года. Естественно, объем торговли между нашими странами будет довольно значительным. Передвижение товаров через границы Созданы не самые лучшие. Определенная работа уже началась. К примеру, несколько погранпостов на въезде в Северно-Казахстанскую область сейчас доводят до международных стандартов. Но в реконструкции нуждаются и российские пункты. Добавим, что участникам делового совета презентовали потенциал приграничной Североказахстанской области, где недавно была создана специальная экономическая зона. Бизнесменам рассказали о тех преференциях, которые в нашей стране созданы для инвесторов. Но, как выяснилось, на пути взаимной торговли возникает немало преград. И вот какое решение предлагают сами предприниматели. Представители бизнес-сообществ подчеркнули, что создание административных барьеров оказывает определенное влияние на объемы экспорта внутри ЕС. Поэтому нужно помнить, что Казахстан и Россия в первую очередь партнеры, а не конкуренты. В рамках ЕС у нас до сих пор сохраняется вот это злополучное число 70 больших системных барьеров ограничений и изъятий, которые получаются. Мы никак не можем их расшить. Расшиваем там, убираем 20 барьеров, откуда-то появляется еще 10. Александр Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны, правителем Эмирата Дубай-Шейхом Мухаббином Бен-Рашидом Аль-Макмутом. Сообщается, что партнеры обсудили широкий спектр тем взаимодействия – от финансов до сельского хозяйства. Политический диалог между странами носит регулярный характер. Кроме того, партнеры подтвердили намеренность развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в совместных проектах. Шейхом Махмудом Бен-Рашидом Аль-Макмутом президент также обсудил перспективные проекты в транспортно-логистической и финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. Сейчас завершается работа над концепцией проекта. Также на встрече речь шла о подготовке эмиратов к проведению всемирной выставки Экспо-2020. Беларусь представит там свой национальный павильон. Сбербанк разработал комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволит снизить ставку по ипотеке до 1%. В рамках этого предложения застройщик может распределить части скидки по всему кредиту в пользу покупателя. Под покупателем подразумевается физическое лицо, которое оформляет ипотеку на жилье. Приобретатели квартир могут выбрать, каким способом будет установлена процентная ставка – на весь срок кредита или на стадии строительства. Первый вариант подразумевает под собой скидку до 1,4% годовых от текущих ставок банка для программ кредитования по покупке строящегося жилья на весь срок выплаты кредита. Во втором случае максимальная скидка может составить 4% годовых от текущих ставок. Выгоднее всего такая сделка будет для семей с детьми, покупающих квартиру в ипотеку по госпрограмме. Для них льготная ставка на время строительства может составить всего 1%. Зарплатные клиенты Сбербанка могут рассчитывать на ставку до 5,3%. По окончанию стройки действия скидки окончатся и ставки вырастут до 5,9% соответственно. Такие условия будут доступны только для домов, которые строятся с применением счетов Экскроу. В прошлом месяце российские многодетные семьи начали получать выплаты в 450 тысяч рублей, предназначенные для погашения ипотечных кредитов. А в сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабинету министров до 15 декабря внести изменения в законодательство до выдачи ипотеки в 2% молодым семьям на Дальнем Востоке. Услышать мир! Дети из Кыргызстана смогут получить высокотехнологичные слуховые импланты, не выезжая за пределы страны. Первый кабинет по оказанию такой помощи открылся в Бишкеке. Приборы, получившие название «кохлерные», успели прославиться во многих странах. Импланты компенсируют потерю слуха пациентам с выраженной или тяжелой степенью тугоухости. Стоимость установки и настройки возьмет на себя государство. А специалисты пройдут курсы повышения квалификации врача-сурдолога и смогут регулярно отслеживать эффективность поставленных имплантов. Правительство обеспокоено ростом продовольственного импорта. Ситуации в экономике не до конца устраивает правительство. В целом все неплохо, но некоторые параметры отстают от желаемых. Итоги социально-экономического развития обсудили в Совмине. Речь идет о динамике за 9 месяцев. Из положительных тенденций – рост реальных доходов населения. По факту уровень зарплат оказался выше, чем прогнозировали в начале года. Инфляция в пределах намеченных значений. А вот сбалансированность внешней торговли удерживает планку пятый год подряд. Сальдо положительное. Оно составляет более полумиллиарда долларов. Вместе с тем имеет место и открытые вопросы. Обеспокоено правительство и растущим импортом продовольствия. Меры, которые помогут исправить ситуацию, забил госпечпромом. Также на заседании шла речь о реализации ключевых инвестпроектов. Персональная ответственность возложена на руководителей госорганов. Если говорить о параметрах, которые не достигнут, и в первую очередь это ВВП и экспорт, отклонение по ВВП составило примерно два пункта. Но здесь уже много раз называвшиеся причины, связанные с грязной нефтью. Второй квартал – это отмена поставок темных нефтепродуктов из Российской Федерации. И это падение экспортных цен по энергетической группе товаров – калийные удобрения, нефть и нефтепродукты. Поэтому, конечно, учитывая их долю в структуре нашего экспорта, одномоментно на горизонте одного-трех кварталов перекрыть такое падение невозможно. В городе Ангелах проживает около 36 тысяч обездоленных. Местный рынок недвижимости – один из самых дорогих в США. Да и зачастую владельцы элитного жилья против такого соседства – против строительства приюта. В 2016 году Лос-Анджелес принял десятилетнюю программу помощи бедным стоимостью в 1,2 млрд долларов. Первый проект по предоставлению им постоянного жилья и домам системы соцобслуживания будет реализован лишь к концу года. Но на всех у властей не хватает ни денег, ни времени. Количество бездомных в Лос-Анджелесе постоянно растет. В 2019 году показатели увеличились на 16% по сравнению с предыдущим годом. Места в центрах заканчиваются в первые же 48 часов после их открытия. Здесь вы можете воспользоваться различными услугами – привезти сюда собаку или кошку. Здесь никого не судят. Наша цель – познакомиться с вами и дать вам крышу над головой. В 2015 году в столице Франции 195 стран мира впервые договорились объединить усилия по сдерживанию климатических изменений и ввести ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. США начинают официальный процесс выхода из Парижского соглашения. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео. Официальное уведомление направлено ООН. С данной инициативой выступил еще в июне 2017 года американский лидер Дональд Трамп. Тогда он заявил, что соглашение возлагает непрозрачные экономические обязательства на бизнес и налогоплательщиков, подрывает национальную промышленность и ведет к сокращению рабочих мест. Формально процедура выхода завершится 4 ноября 2020 года. На следующий день после президентских выборов в стране США занимает второе место в мире по количеству выбросов парниковых газов. На первом – Китай. Фольксваген начал производство своего серийного электромобиля ИД-3 на заводе Цвикао на востоке ФРГ. Затем, как первый экземпляр хэтчбэка сошел с конвейера, наблюдали канцлер Германии Ангела Меркель и гендиректор автоконцерна. Выступая на открытии производства новинки Фольксваген, Меркель заявила, что правительство намерено вложить около 3,5 миллиардов евро в строительство инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. Происходящее в автоиндустрии страны изменения она назвала сменой парадигмы и добавила ИД-3, стоимостью менее 30 тысяч евро имеет углеродно-нейтральное производство и работает исключительно на экологически чистой энергии. К 2021 году планируется выпустить около 330 тысяч таких машин, что сделает ЦВКАУ крупнейшим заводом по производству электромобилей в Европе. Более 35 тысяч человек по всему миру уже заказали ИД-3, заплатив депозит за ранее бронирование. Мы сможем наилучшим образом приспособиться к этим изменениям в условиях свободной, хорошо регулируемой мировой торговли, исключив из повестки дня протекционизм. Мы наблюдаем сейчас за фундаментальными структурными изменениями, и федеральное правительство будет бороться за свободную, основанную на соблюдении правил мировую торговлю везде, где только можно. Продолжение следует...